То есть что произошло в Вильнюсе? Байден и Штаты, которые на протяжении последнего года Зеленскому постоянно говорили в его команде, что ребята, боритесь с коррупцией, налицо вопиющее воровство, которое есть, передавали соответствующие месседжи, я просто не буду себе рассказывать нюансы для того, чтобы просто не повредить нашей стране. На протяжении года это постоянно была темой всех встреч. Салливан приезжал, закрытые встречи от представителей администрации и так далее. И Зеленскому посылали сигналы, что что-то меняйте, давайте меняйте у себя, убирайте воров, которых полно. Усиливайте экономический блок. Потому что когда президент говорит о том, что немает на части заниматься экономикой, так в результате, результат Вильнюса, это же прямое следствие этого. Когда появляется досторонняя зависимость от кого-либо, даже если это наши союзники, то получается, ну никакой переможной магии не получается. Вообще нет никакой магии, потому что зависимость любая определяет твои пределы. И вот Вильнюс оказался тем пределом, который был продемонстрирован Офису, и лично Зеленскому, и нашему обществу, которая поверила в магию, вот эту фортуну, фарт, который присутствовал на начальном этапе, когда произошло то, что произошло. И вот этот напор, который работал на начальном этапе, когда жесткая риторика, жесткая позиция, которая переформатировала поведение западных элит в какой-то степени и западных обществ, вот это работало первые месяцы. А потом в логику вступает, в военную логику вступает логика цифр, за которыми стоит экономика. Сколько ракет ты можешь произвести, сколько танков можешь произвести, сколько того, столько всего там, да? Вот. И соответственно, если у тебя нет своего собственного внутреннего ресурса, если ты не повышаешь эффективность своей экономики, своего ВПК, ну бред, когда Гусев полтора года, а он же еще перед этим рулит ВПК, который ничего не может произвести. И при этом мы просим там все, вплоть до патронов там или до старых каких-то бронетранспортеров, просим у Запада. Вот. И вот эта магия, в которую поверил офис, да, то есть, ну все же похоже как, что Ермак там думает, что группа Майкла Макфола, который возглавлял посольство США в России там, или Расмусин, да, вот эти вот какие-то лоббистские, лоббистские условно там компании, элементы, которые можно использовать для переговоров в, значит, в коммуникации с западными элитами, что они могут решить все проблемы. Нужно только иметь какой-то телефончик какой-то там, да, и достучаться, и можно вот так вот, как бы, таким каливаристским наскоком проходить. Ну ни хрена. Потому что Запад находится в своей логике перехода. Там куча своих групп влияния, вот, которые в свою очередь ориентируются на какие-то либо социальные группы. Ну, допустим, как во время президентских выборов Соединенных Штатов. Вот. И, по сути, офис прозевал момент, когда стратегия вот этого вот такого наглого, такого криворожского наезда, да, вот, когда можно было прийти и в дюнгель фактически понадавать, медийное там, да, и растерявшиеся там элиты, типа, ну ладно, типа, надо уступить, там, надо украинцы так вопят и так далее. Вот. И это перестало работать. Продолжение следует.